В Украине есть какие-то проблемы у дэнс-хола? Может не подошел, мы же не можем ничего плохого сказать. Стоит это почему-то максимально дорого. То есть в дэнс-холле нет дэнс-хола? Да, я поддерживаю девочек. Я подумал, а вы первый раз судите? А для чего это вопрос? У нас тут своя атмосфера. В общем, только что танцевали дэнс-холл начинающие, и мы говорим сейчас с судьями, которые судили молодых дарований, да? Привет, девушки, представьтесь, как вас зовут, чтобы все знали. Привет, меня зовут Катя, я из города Чернигово. Я Соня, я из города Харькова. Приветик всем, я Женя из Чернигово. Кто вас больше всего удивил? Были ли дети, были ли подростки, которые показали, что они уже как бы идут на шаг вперед относительно остальных? Да, мне очень нравятся дети из города Мелитополь. Они стремительно развиваются, потому что постоянно к ним приезжают различные тренера, делятся свежей информацией, и они очень голодные в плане знаний, поэтому мне они нравятся. Мне понравились две девочки, которые попали в финал. И я считаю, что в принципе в каждом городе среди начинающих есть один-два человека, которые в принципе потенциально, если они будут дальше танцевать и развиваться, то они будут потом очень-очень крутыми. Мне все очень сильно понравились, очень круто все было. Ну, большинству участников не хватило уверенности, вот, хотелось поувереннее. И, конечно же, ребята из Мелитополя, я считаю, на уровне. По какому критерию вы вообще судите? Ну, то есть, типа, может там девочка понравилась, а у нее такая подводка красивая? Такого нет? Ну, прежде всего оценивается музыкальность, это техника исполнения, но и самый важный критерий – это используется вообще ли дэнс-холл в вашем танце. То есть иногда просто человек может делать движения, но самого стиля нет в его исполнении. Для меня самое главное – это возможность стилистика, то, что отличает тебя от других танцоров, и знания в любом случае. Но в плане знаний это больше к про относится, потому что бигиннеры – они начинающие, и я считаю, что к ним надо быть помягче, потому что они не могут знать многих вещей, а вот в про ты уже обязан какие-то вещи по-любому шарить. Да, я поддерживаю девочек полностью, это классно. И многие ребята начинающие просто хорошо танцуют, но они растанцованы, там все видно, что они танцевали диско-слов, все. Они растанцованы, все круто, но вот нет вот этого танцпольного грунта. Они круто танцуют, но у некоторых это просто какой-то супертехничный танец, нету именно вот этого вот грува дэнс-холла. Ты не можешь понять, это дэнс-холл или другой стиль? Вот какой-то… Вот почему-то, когда танцуют, допустим, танцоры других стилей, хип-хоп, ты сразу видишь, это хип-хоп, а в дэнс-холле, мне кажется, сейчас иногда смотришь, и ты не можешь понять, что вообще человек делает. Из-за чего вот такая вот проблема есть? Хип-хоп, в конце концов, популярнее, насколько я понимаю, правильно? Нет, сейчас в Украине тоже он очень развивает. Вообще во всем мире сейчас дэнс-холл, мне кажется, топ стилей, очень популярный. В Украине есть какие-то проблемы у дэнс-холла? Ну, мне кажется, отсутствие возможности регулярно выезжать у некоторых людей, потому что тот, кто больше выезжает, тот больше набирается новой и старой информации, тот больше прокачивается и быстрее развивается. Танцоры в России и в Европе, в Европе они просто свободно могут передвигаться, а в России у них постоянно приезжие. У нас не так это часто происходит, и поэтому нам сложнее в плане прокачиваться. Катя, что скажешь? Я скажу, да, что если вы хотите достигнуть наивысшего уровня и развиваться, не стоять на месте, то необходимо копить деньги, вкладывать в свое развитие и не находить отговорочек, что я не могу поехать, или у меня нет возможности. Поэтому это огромный такой рывок вверх, общение с другими танцорами, путешествия, новые знания, и тогда вы увидите, что вы достигаете с большим оборотом новых каких-то достижений. Ты только что судила, и теперь судить будут тебя. Нету какого-то у тебя такого диссонанса, мандражика, может? В принципе, легкое переживание, это всегда хорошо, потому что оно тебя наоборот оживляет, и ты требуешь от себя большего тогда. И в принципе мне нравится соревноваться, потому что это вызов самой себе. В рамках события просто... Ясно, что другие участники, которые только участвуют, смотрят на тебя немножко по другим углам, учитывая, что ты еще и судья. Есть ли кто-то из этих участников, кого опасаешься лично ты? Вот ты посмотрел там вчера, и видишь, ух ты ж моща какая. Я всегда хочу, чтобы на меня попадали сильные танцоры, потому что тогда и я стараюсь делать максимум. Потому что если я вижу, что танцер слабый, то ты расслабляешь свои булки, и соответственно уровень твоего выхода низкий. Поэтому если на меня попадаются реально крутого уровня танцоры, я просто еще больше завожусь от этого и начинаю танцевать. Соревновательный дух. Почему вы расслабили булки и не принимаете участие в других стилях? Я... Потому что я хотела, я хотела, я хотела участвовать в Крепкопе, но я опоздала на отборы, я приезжала только сегодня. На самом деле просто мы не такие разносторонние личности, как Катя. Да, я давно уже не треню брейк-данс, поездка. Мы стараемся интересоваться другими стилями, но... Но Катя, она более универсальная. Да, а нам вот как-то вот знаете... Катя покрестнела? Как узкодумает. Дэнс-бол и дэнс-бол. Ну, в принципе, ну, это не значит... Это не узко, это достаточно широко. Ну, я не считаю, что если танцор танцует один стиль, это плохо. Но я думаю, в любом случае, это дело каждого. Но мы стараемся, мы регулярно посещаем различные мастер-классы. Даже без дэнс-бола. Да, я, например, часто хожу на контемп, на брейк-данс могу пойти. На этом соревновании не представлен ни джаз-фанк, ни контемп. Ясно, что это не такие, знаете, соревновательные стили, да? Но хотели бы вы лично видеть их? Да, конечно. Я бы хотела очень контемпорарий. У них есть всякие дуэли, контемпорарий. Это просто класс. Очень классно. Элегантные, плавные такие, да? Да. Ну, даже они не всегда элегантные. Просто то, как они двигаются. Вот контемпорарий танцёры, прям для меня это очень круто. Мне кажется, они молодцы. Самый главный вопрос, который я вам не задал. Как вам вообще впечатление от события? То есть куча детей, куча... Максим подошёл. Мы же не можем ничего плохого сказать. Максим. Всё здорово. И это уже не первый раз, когда я приезжаю на Explosion Battle. И каждый раз очень много участников и новых, и старых уже знакомых лиц. И каждый раз новые студии. И Максим всегда старается услышать отзывы, пожелания. То есть примится, чтобы действительно этот фестиваль выходил на новый уровень. И это круто, когда не только мы ездим в Европу на фестивале, но и наши, да, украинские танцоры стремятся, чтобы делать фестиваль, чтобы с Европы желали приехать в Украину поучаствовать. Я желаю Максиму, чтобы в следующем году половина участников была, например, с Польши или вот с Европы вообще приехать. Ну, у нас же теперь без виз можно легче это сделать, да? Просто, чтобы каждый год было на шаг, на ступенечку лучше. Только подумал. А вы первый раз судите? Это у вас первое подсудейство или нет? Нет, нет уже, нет. Ах, черт, такой вопрос бы... Мы планировали ехать сюда участвовать. Да. Да, но вот так... Судейство застало вас врасплох? Да, неожиданно так произошло. Клаудио немножечко не собрал все, что нужно, и не смог приехать, и поэтому Максимус позвал нас. Но вообще мы очень хотели участвовать, и обязательно бы поддержали это мероприятие. Независимо от того, кого вы поставили судить или давать бас, нам все равно. Но мы за танцы. Как вы зарабатываете деньги на танцах? Вообще, возможно ли успешным быть танцором в плане заработка денег в Украине? А для чего этот вопрос? Просто множество детей, подростков смотрят, и они же будущее выбирают вообще-то. Три, два, один. Если ты любишь свое дело, и ты максимально вкладываешь свои силы, ты вкладываешь свое развитие, то ты можешь найти пути, как ты сможешь зарабатывать, соответственно, далее развивать себя и тому подобное. То есть все надо делать, любую работу, от чистого сердца и максимально качественно. Потому что иногда уровень качества работ в нашей стране, это сфера услуг или другие сферы, ну, не супер максимально стопроцентные, но стоит это почему-то максимально дорого. И, например, для меня важно, чтобы я выполняла свою работу супер классно. И, соответственно, я считаю это уважительно, оплачивать твое время, твое усилие, твои знания. Поэтому возможно зарабатывать танцами. Кать, да, желаем тебе удачи, да, беги, девушки, я ближе к вам. Как прокомментируете слова Кати, да? Ну, я согласна с ней, но я считаю, что в наше время многие танцоры сами виноваты в том, что там недостаточно уважительно там их ценят, оплачивают их труд. Это действительно очень сложно быть танцором, особенно если ты вкладываешь в себя деньги, ты много ездишь, посещаешь мастер-класс, делаешь все, то ты хочешь получить что-то взамен. Но я хочу пожелать начинающим танцорам не ждать, что вот через полгода, я сейчас поезжу каждый месяц на мероприятие, через полгода на меня обрушится богатство, и я стану суперзвездой. Нет, это забирает достаточно много времени, нужно трудиться очень долго. Кому-то везет быстро, но потом они очень быстро потухают, и это все уходит просто в никуда. А кто-то трудится очень долго и получает результат стабильный надолго. Поэтому просто трудитесь и по-настоящему желайте этого, и тогда у вас все получится. Да, все зависит от вашего желания. У меня очень много знакомых танцоров, которые работают только, так скажем, в сфере танцев. А есть ребята, которые занимаются чем-то еще другим параллельно, и для них танцы это больше какой-то промежуточный этап для наслаждения, типа хобби. И те, и другие, в принципе, очень крутые и достойного уровня. Просто вы должны сами для себя понять, что вы от этого хотите, и потом уже отталкиваться от своего желания. Отталкивайтесь от своих желаний, верьте в себя, это очень важно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, колокольчик ставьте. И на нашу Instagram-страницу. И на ваш Instagram. Ссылочки мы разместим, наверное, в описании, почему бы и нет, да? Девчонки, желаю вам удачи, удачного судейства и гибкости. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.